Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами новым рецептом. Хлебный суп. Своеобразный и довольно необычный суп, который возможно вас удивит своим приятным вкусом. Ингредиенты на 4 порции. Хлеб. 300 граммов ржаного, черного. Бульон. 1,2 литра любого или воды. Яйцо куриное. 1 штука. Лук репчатый. 100 граммов. Тмин. 0,5 чайной ложки. Сырок плавленый. 100 граммов. Бекон. 120 граммов. Лук зеленый. 50 граммов. Чеснок. 1 зубчик. Соль. По вкусу. Перец черный. По вкусу. Масло растительное. 4 столовые ложки для жарки. Шампиньоны. По желанию. Приготовление. Шаг 1. Режем 300 граммов хлеба небольшими кубиками. Если вы видите, что корка откровенно горелая, обрежьте ею. В любом случае, она не доставит вкусового дискомфорта. Шаг 2. Очищаем репчатый лук. Порезать его некрупным кубиком. 100 граммов. Это одна немаленькая такая головка лука. Берем кастрюлю с толстым дном или утятницу, или, если у вас нет ни того ни другого, то просто сковороду. Включаем газ и ставим на огонь и нагреваем. Добавляем пару-тройку столовых ложек растительного масла и засыпаем порезанный репчатый лук. Сейчас нам надо немного его обжарить, примерно 2 минуты, не больше, а затем добавить 200-100 граммов отложить, граммов порезанного черного хлеба. Обжариваем все вместе еще несколько минут, не забывая помешивать, чтобы все не пригорало. Где-то минуты 4 вполне хватает для несильной обжарки. Шаг 3. А сейчас так, если вы обжаривали в сковороде, то переложите жареный хлеб с луком в кастрюлю, в которой дальше уже будете просто варить наш суп. Если же вы все делали в кастрюле или утятнице, лейте прямо туда. Конечно, немного вкуснее и насыщеннее получится, если вы возьмете бульон, но и с водой вполне себе даже нормально получается. Доводим все до кипения, добавляем соль, перец и тмин. Еще один вариант. Вместо тмина добавить молотый кориандр, это если у вас попросту нет тмина под рукой или вы его попросту не любите. Яйцо вбиваем в кружку и вилкой перемешиваем до однородности. А сейчас возьмите в одну руку ложку, а в другую кружку с переболтанным яйцом. Начните довольно интенсивно перемешивать суп ложкой и тонкой струйкой вливайте яйцо. Получатся этакие лохмотья. Пока все доходит еще раз до кипения, очистите довольно большой зубчик чеснока, измельчите его или просто пропустите через пресс. Последний способ предпочтительней, поскольку точно не останется крупных кусочков. Шаг 4. Итак, закипело. Выкладываем чеснок, плавленый сырок, все хорошенько перемешиваем, чтобы сырок расплавился и равномерно распределился, плотно закрываем крышкой. Выключаем огонь и оставляем все в покое минут на 15. После этого времени я беру толкушку, которой пользуюсь для приготовления пюре и просто прохожусь ею, делая суп более однородным. Тут не возникает никаких проблем. Хлеб совершенно распаренный. Шаг 5. А сейчас обжарьте оставшиеся 100 граммов кубиков черного хлеба. Сковороду нагреть, добавить ложку растительного масла и обжаривать до легкой золотистости. Не делайте большой огонь, он только сожжет наш хлеб. Лучше жарить на среднем, частенько помешивая, равномерно румяне и подсушивая. Ими мы будем присыпать суп при подаче. По большому счету, наш суп уже через 15 минут будет абсолютно готов. Но, он будет порядком вкуснее со всякими дополнениями в виде поджаренного бекона, а может шампиньонов и обязательно зеленого лука. Шаг 6. Бекон порезать некрупными полосочками или кубиками. Поскольку это жирноватая часть мяса, то я обжариваю на сковороде без дополнительного масла до легкого зарумянивания. Но тут уже на ваш вкус, если любите хрустящие, довольно высушенные кусочки, жарьте подольше. Лично я предпочитаю среднюю степень зажарки. Шаг 7. Если вы любите шампиньоны, то они тоже там вполне в тему. Их хорошенько помыть, порезать пластинами и быстро и недолго обжарить в сковороде с небольшим количеством растительного масла. Я всегда делаю и то, и другое, бекон и грибы. Ну и конечно же, обязательно мелко режу перья зеленого лука. Все это можно выложить на тарелку и подать вместе с супом. По большому счету, суп можно есть, например, просто со сметаной, или же класть предложенные добавления, просто взяв желаемое количество с общего блюда. Шаг 8. Мой любимый вариант, это с кусочками жареного хлеба, обязательно, беконом и довольно большим количеством зеленого лука. Вы же выбирайте то, что придется по душе и по вкусу. Вполне себе можете придумать свои дополнения. Приятного всем аппетита!